Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тематику палестинцев, а именно того момента, как они отмечают решения и резолюции мирового сообщества, принятые по их вопросу. А в частности, буквально через несколько дней после того, как ООН приняла резолюцию по созданию государства Палестины на Ближнем Востоке и после того, как Международный суд в Гааге принял решение с требованием немедленно остановить все наступательные действия, боевые действия в секторе Газа со стороны израильских властей и израильской армии, палестинский народ, как вы любите говорить, этот бедный многострадальный народ, решил отметить это событие, вернее, эти несколько событий. И буквально через два дня они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Бедный палестинский народ, которому нечего кушать. Откуда у них нашлись деньги на то, чтобы закупить ракеты и нанести ракетный удар? Это же не просто так обычные ракеты или стингеры, вот эти вот со стойки, как с гранатометов. Это ведь установки ракетные, которые запускают на расстоянии минимум километров 30-50. Для этого нужно иметь хорошие деньги, для этого нужно средства, чтобы закупить вот эти вот установки и эти ракеты. Кто им поставил эти ракеты? Откуда у них появились деньги? И вот теперь давайте мы, смотрите, на эту вот ситуацию посмотрим несколько иначе. Все вокруг кричат, что бедные палестинцы, они столько страдают, они столько мучаются. Нужно прекратить вот этот вот геноцид палестинского народа со стороны Израиля. Нужно заставить Израиль замолчать. Израиль уже был готов несколько раз сесть за стол переговоров с Хамасом, с этими главарями вот этих вот бедных и несчастных палестинцев. Но у Израиля было требование освободить всех заложников. И как только они освободят заложников, боевые действия в этом секторе газа прекратятся. Что же делает Хамас? Хамас убивает некоторых заложников, все еще держит их в каких-то там своих укрытиях, где и сами прячутся. Для чего это делается? Для того, чтобы вынудить мировое сообщество признать Израиль плохой страной, признать израильские власти нелюдями, убивающими мирных бедных палестинцев. Многие политические организации и гуманитарные организации, отправляющие средства медицины, пищу, одежду, воду в сектор газа для бедных палестинцев, а также финансовые средства, даже не допускают мысли о том, что вот эти вот вещи, все эти средства будут использованы против этих же самих гуманитарных организаций, помогающих этой Палестине. Как это будет принято международным сообществом, палестинцам наплевать. Как это будет воспринято в высоких политических кругах, уголовникам из Хамаса абсолютно все равно, потому что они не люди, которые привыкли убивать людей, привыкли уничтожать людей. Это многие говорят мне, вот палестинц, ты относишься как фашист, как нацист, как расист к палестинцам и так далее. Многие даже вот под тем видео, которое у меня на канале до сих пор все еще шумит, по вот этому палестинскому беженцу, которому присудили пожизненные без права подачи апелляции через 15 лет, многие говорят, что он вынужден был это сделать, его заставили это сделать, он мирный, он хороший, вы посмотрите на его лицо, вы издеваетесь над человеком. Вы знаете, у меня даже вот специально в некоторых комментариях я эти комментарии не удалял, для того, чтобы другие люди могли посмотреть, какие бывают недоумки зомби, сердобольные, относящиеся к таким уголовникам, к таким убийцам со всей открытой душой. Вот к этим людям, которые кричат на меня, что я не прав в отношении, в высказываниях против вот этого бедного палестинца, вот именно к этим людям я хотел бы сейчас обратиться. Не важно какой национальности, не важно какой народной принадлежности или в какой стране они живут, пускай даже здесь, в Германии они живут. Поставьте себя на место тех людей, которые находились в поезде с этим убийцей, который резал людей. Поставьте себя на место тех людей. Посмотрите их глазами на происходящую вокруг вас ситуацию. Ваше счастье, что вас тогда там не было, ваше счастье, что это не вас порезали. Ваше счастье, что не вас убили, что не вы получили сильнейшую психологическую травму, не вы потеряли своих родственников или знакомых друзей. Если бы вы там оказались, как бы вы говорили после этого, что вы своими глазами увидели, или если бы он порезал вас, но не убил, а изувечил, и вам пришлось бы несколько месяцев находиться в больнице, лечиться от вот этого сильнейшего шока и выходить из этого состояния. Как бы вы относились к этому палестинцу? Говорили бы и дальше, и сегодня, что он очень мирный, хороший, добрый, его вынудили и так далее? Или вы сказали бы, такого урода в демократическом обществе держать нельзя, его нужно выдворить как минимум? Как бы вы вот сказали, объясните мне. Я вот не понимаю вот этих вот сердобольных зомбаков, которые любого уголовника пытаются оправдать. Они пытаются оправдать любое преступление. У них что, с головой что-то не в порядке? Я не понимаю. Честное слово. Вот опять возвращаясь к этим палестинцам, к этому сектору газа. Радуйтесь, гады, что приняли резолюцию в ООН о создании государства Палестина. Радуйтесь тому, что мировое сообщество будет вкладывать финансовые средства в развитие вашего будущего государства. Радуйтесь тому, что в это государство введут голубые каски миротворческие силы ООН на несколько лет подряд, чтобы они контролировали военную ситуацию в вашем государстве. Не допуская никаких ракетных ударов со стороны вашего государства в сторону соседнего. Радуйтесь тому, что международный суд в Гааге требует от Израиля остановить вот эти вот наступательные действия в секторе газа. Радуйтесь? Нет, они радуются, конечно радуются, но несколько по-своему. Все эти денежные средства, которые мировые организации отправляют в эту Палестину для того, чтобы они закупали в том же самом Египте или в том же самом Израиле медицинское оборудование, для того, чтобы они лечили людей. Все эти средства почему-то ушли на покупку ракетных установок. Вдумайтесь, люди, вдумайтесь, вы со своего кармана, вы налогоплательщики, вы сердобольно, не милосердно. Милосердие и сердобольность это две разных хипостаси. Вы отправляете свои деньги бедным мирным палестинцам, чтобы они более-менее как-то выжили, чтобы они лечились, чтобы они поправили свое здоровье, чтобы у них было что кушать. Что же делают палестинцы? Они покупают ракетные установки и продолжают бомбить Израиль. И после этого все равно найдутся люди, которые будут утверждать, что я отношусь плохо, омерзительно к бедным, несчастным палестинцам, что я пытаюсь их всячески унизить. И такие, как я, не имеем права вообще существовать. Были, кстати, и такие у меня на канале. Пожалуйста, ребята, друзья, парни, девушки, не знаю, там бабушки. Одна вообще, да, вот назвала себя бабушка Эльвира. Написала, что я несу какую-то чушь полную по вот этому вот палестинцу, который людей зарезал. Радуйся, бабуля, что это были не твои внуки, которых зарезали. Обращаюсь к тем людям, которые будут у меня комментировать мои вот эти вот, скажем так, спорные политико-социальные выпуски и дальше. Вы сами себя лишаете возможности комментировать эти видео, которые вы смотрите. Вы, оставляя мерзкие, отвратительные комментарии, разжигающие межнациональную рознь или оскорбительные с унижениями в адрес меня или в адрес кого-то другого на канале, вы сами себя лишаете возможности оставлять эти комментарии дальше. У вас остается возможность простого зрителя-зомби перед телевизором сидеть и смотреть выпуск новостей и плеваться в этот экран. Потому что единственное, что у вас остается, поставить пальчик вниз, чтобы выразить свой негатив и высказать всю свою гадость в отношении того, что вы слышите и видите на экране. Не лишайте себя возможности комментировать эти видео, которые вы смотрите. Элементарнейшие правила у меня на канале. Относитесь друг к другу с уважением, корректно, вежливо, проявляйте культуру общения. Все, что требуется на канале. Не надо никого обзывать, не надо никого унижать. Особенно относится это к тем, кто живет в Средней Азии. Под этими видео, где я рассказываю о Палестине, о Халифате, появляются действительно люди, ну скажем так, недалекие. Говорят, что я несу в массы клевету. Говорят, что все это неправда. Меня самого нужно куда-нибудь отправить так, чтобы от меня даже ничего не осталось. Вот эти вот люди, они привыкли к тому, что они живут в каких-то там, не знаю, я не пытаюсь их обидеть, но они живут в каких-то там своих узколобых мерках, пожирая на свай или покуривая свой гашиш, опиум. И вот в этом обкуренном состоянии воспринимают происходящее вокруг них несколько иначе. Несколько одурманенно. И когда они видят, что человек говорит правду, их это начинает бесить. Этих людей я отправляю пачками в бан. Вы не представляете, вы себе не можете представить, скольких людей вот буквально за вот эти две недели я отправил в вечный бан. Оставив им только возможность смотреть мои видео, но не комментировать. И я не понимаю вообще вот всей этой ситуации с этой Палестиной. Все мировое сообщество в начале октября прошлого года видело, что творится в этой Палестине, видело, что творят вот эти вот хамасовские боевики с израильтянами. Сначала все говорили, да, Израиль имеет полное право на защиту своих территорий, на защиту своих граждан. После того, когда Израиль ответил, мировое сообщество начало говорить, ай-яй-яй, нельзя, вы что, это же мирные палестинцы. Что значит мирные палестинцы? Вы же только что говорили, скажем так, день назад, вы говорили, что это убийцы, что это бандиты. А сегодня вы говорите, это мирные палестинцы. Тот же самый Иран запустил свыше тысячи ракет в сторону Израиля. Пока эти ракеты летели, их обнаружило ПВО израильское, их уничтожили, несколько штук где-то упали на берегу. В Иране сделали что? Операция выполнена, ставим галочку, всем героям выдать по железному кресту. Праздник, цель достигнута. Главное, что Иран спровоцировал Израиль на какие-то действия. Но у них не получилась основная провокация, втянуть Израиль в войну, чтобы развязать эту войну на Ближнем Востоке. Чтобы своими силами, военными своими силами, при помощи, не знаю, там, других каких-то государств, находящихся там вокруг, задавить израильское государство. Там же ведь в Израиле тоже недураки сидят у власти. Но этим недуракам тоже небезразлично, как они будут жить и как будет жить их население. И тут вдруг мировое сообщество, отправляя гуманитарные средства, гуманитарные помощи в эту Палестину, предстает перед нами в негативном свете только потому, что Палестина, вдруг использовав все вот эти финансы, отправляемые в качестве гуманитарной помощи на лечение, на восстановление, потратила на покупку ракетных установок. И запустила ракеты у Израиля. То есть, вот смотрите еще раз, вы ловите какого-то бандита на улице, который пытается ограбить человека. Вы его наказали по-своему. Не будем говорить про Германию, потому что здесь любой ушлепок, которого вы ударите, если он на вас напал, имеет полное право подать на вас в суд. Мы будем относиться к постсоветскому пространству, именно на его территории. Вы поймали вот этого ушлепка, вы его избили, чтобы он больше не нападал на этого человека или на вас и не пытался вас ограбить. Ой, простите, простите, все, да, вы меня наказали, все, ушел. Через два дня этот ушлепок видит вас на улице, но уже у него руки не пустые, уже в руках у него нож. И он пытается опять на вас напасть. У него что-то с головой? У него что-то с головой? Вот вам простейший пример. Самый простой пример. К палестинцам это не имеет никакого отношения, но к уголовному вот этому положению, к уголовному миру сто пудов. Когда мы жили в Молдавии, к нам в квартиру днем пытались залезть. Днем. Мы были с женой дома, ребенок был маленький, он спал, мы сидели на диване, смотрели телевизор. К нам залезли на балкон. Сверху, с третьего этажа, мы жили на втором этаже. Там снимали квартиру два парня с соседнего города. Ой, он увидел, что мы дома, резко убежал. Думаю, да что ж такое, елка, ты что, дурак что ли или как? На следующий день я пошел на работу. Этот из этих парней, один из этих парней, позвонил в дверь к моей жене и сказал, что извините, у нас такая ситуация, мы вот уже второй день не можем попасть себе в квартиру. Можно ли через ваш балкон забраться к нам наверх? Ну, жена без всяких задних мыслей. Ну, пожалуйста. Он забрался по нашему балкону, там по вот этой видоградной лозе к себе наверх. Хорошо. Я пришел домой после смены, ночью к нам лезут в квартиру. Эти же уроды. Я выхожу на балкон, он испугался, свалился вниз. Думаю, что ж такое, что за ерунда. Днем, на следующий день, уже было два раза, третий раз не будем считать, то, что он как бы прошел через наш круг. Но он посмотрел, у нас стоит телевизор, у нас стоит видеомагнинофон. Все, вот все наши богатства. Следующий день. День. К нам лезут в квартиру. Да е-мое, да что ж такое, вот уже три раза подряд. Что делаю я? Я иду, отлавливаю этих бандитов, одному разбиваю морду, рву его рубашку, потому что он пытается у меня вырваться, услышав, как я жене говорю, вызывай полицию. Одному я набил морду, второй сбежал. Я еще там им дверь выбил ногой в квартире. Пришел полицейский, пришел участковый полицейский, и мне сказал следующее. Вы знаете, что вас могут посадить на два года? Я говорю, я не понял, за что. А за то, что вы избили вот этих ребят, за то, что вы нанесли им материальный ущерб, вы выбили им дверь. Я говорю, слышишь, мужик, я несколько дней подряд вам звонил в полицию, чтобы вы прекратили вот это безобразие. Они лезут ко мне в квартиру, я несколько раз так говорил. Что мне говорит полицейский? Ну, что я могу сделать, их же двое, а я один. Я тогда психанул, сказал, ты мент или говна кусок? Слышишь ты, я сейчас еще на тебя напишу заявление, тебе еще год добавят, за этих парней два, и от меня один. Я говорю, пошел вон отсюда. Вечером этого же дня в наш двор шли ОМОНовцы. Они патрулировали улицы, шли ОМОНовцы. Два человека патруль. И сплетницы на лавочке рассказывают, что вот на втором этаже живет такой плохой человек, чуть ли не убийца, про меня, чуть ли не убийца, который нормальных мирных, мирных палестинцев, мирных парней, чуть не убил сегодня. Рассказывают, что к чему. На мое счастье, этот ОМОН, один ОМОНовец, старший наряда, оказался моим бывшим подчиненным, которого когда-то я во втором батальоне спецназа, во втором батальоне ОМОН в Кишиневе, тренировал в рукопашном бое. Он оказался по чисто случайной, вернее, по счастливой случайности, моим бывшим подчиненным. Когда я открыл дверь, он, о, Вова, я говорю, привет, Коля, в чем дело? Он, так и так, что случилось? Я ему рассказываю всю ситуацию. Он говорит, хорошо, мы с этим разберемся. Дает визитку. Они, конечно, хотели пойти наверх, посмотреть, есть ли там кто-то в этой квартире или нет. Они куда-то спрятались. На несколько дней они убежали. И ОМОНовцы мне сказали следующее. На этого участкового не обращаю внимания, мы его возьмем на себя, мы с ним поговорим. А если вдруг такое еще раз повторится, вот тебе визитка, звони, мы приедем сюда на бобиках с автозаком, мы тут повеселимся от души. Вот вам ситуация. Вы успокаиваете бандита, он рыпается на вас опять. Вы успокаиваете бандита, он рыпается на вас. Пока вам на помощь не приходят действительно те, кто может оказать эту помощь. ОМОНовцы выходят на улицу, сплетники. Ну что, ну что, как, что, когда его посадят? ОМОНовец вот этот вот говорит, вы знаете, вы связались с тем человеком, на которого наложен иммунитет, потому что он работал в охране первого президента Молдавии. И если этот человек кому-то здесь разобьет рожу, ему за это ничего не будет. Так что лучше сидите и не каркайте против него. Вот что сказали тогда ОМОНовцы. Сегодня вот это вот, я просто вам для примера, как люди воспринимают у нас бандитов и уголовников. Вот этот вот урод порезал людей в поезде, убил несколько человек, нескольких других покалечил. Пока этот урод не убил вот этих вот сердобольных сплетников, вот этих вот чмырей, они будут кричать, что он бедный несчастный палестинец. Пока какие-то уроды лезут не к вам в квартиру, а ко мне, для вас эти уроды будут бедными несчастными, с которыми нужно поделиться тем же видеомагнитофоном, тем же видеоплеером или деньгами, или еще чем-то, чтобы им тоже жилось хорошо. Когда вот эти вот люди поймут, что своими руками они воспитывают, выпестовывают криминал, уголовников, когда эти люди поймут, будет уже поздно. И то, что сегодня Израиль массировано бомбит этот сектор газа, чтобы уничтожить весь этот Хамас, уничтожить эту раковую опухоль, распустившую метастазы практически по всему Ближнему Востоку, мировое сообщество знает это. Многие считают это правильным, некоторые считают, ай-яй-яй, нехорошо. Делайте выводы. Вы будете жертвовать денежные средства, вы будете жертвовать гуманитарную помощь. Этот Хамас, эта Палестина будет покупать ракетные установки и продолжать войну дальше. Они никогда не успокоятся. У них цель уничтожить государство Израиль как таковое. У них цель уничтожить людей, иудеев, израильтян, евреев. У них цель жизни. У них больше ничего перед глазами не стоит, как только уничтожить всех. Ну, уничтожат они Израиль. Потом за кого они возьмутся? За Ливан? За Египет? Подумайте, это раковая опухоль, которую нужно иссякать. У меня на сегодня к вам все. Редактор субтитров А.Семкин